Привет, это новый выпуск по Clash Royale, я нахожусь на своем основном аккаунте и сегодня хочу поднять немного кубков. Но чтобы не было так легко, чтобы я и не играл одной и той же колодой, я сегодня буду играть, ну, такой странной, необычной декой с рейджем. Хочу, естественно, взять 4 900 кубков, но прежде чем перейдем к онлайн-каточкам, пожалуйста, просьба, кто на канале впервые, прямо сейчас подпишитесь на канал. Если вы уже были подписаны ранее, пожалуйста, проверьте, включили ли вы колокольчик, потому что, ну, очень часто мои новые видео не выходят у вас в ленте, либо уведомления не приходят. Ну и лайком оцените, буду тоже благодарен очень сильно. Спасибо всем за просмотр и приятного просмотра. Вот такая вот дека, ребят, 2.9 эликсира, гигант 2 принца. Насчет принца, мне говорили, что их будут скоро фиксить, поэтому мне надо срочно на твинки, ну, в этом сезоне поднять максимум, потому что если пофиксят, то я другой колодой просто сыграть не смогу, поэтому хызы, надо свой новый проект довести до конца. Но об этом чуть позже. Я не буду прокачивать рейдж ради видоса, не буду прокачивать скелетики, копейщиков не буду, хотя вот вместо копейщиков можно взять, к примеру, ну, я не знаю, лучниц. Давайте возьмем лучниц вместо копейщиков. Вот так вот. Все, я не знаю, я эту деку скопировал в ТВ-Рояль или нет, или в какого-то топа взял, я не помню. Вот, давайте проверим. Дешевая дека, в принципе, должно получиться. Я не думаю, что будет легко, потому что дека достаточно странная. И ее будет контрить весь плэш урон, там палачи, драконы, торнадо. Хотя, у меня же есть принцы, поэтому думаю задефаем. Так, тут еще выбросим летучих мышей, кинем гиганта к принцу, дабы, ну, не терять просто так темного принца. Готовим, давайте рейдж кинем, мы же взяли рейдж, да, поэтому поехали. Пау! И смотрите, темного принца никто не бьет, и под рейджем смотрите, что происходит. Рилли, а дека-то работает. Зап, стражи, так. Вау! 2,9 эликсира, пацаны, тащит, рилли, смотрите. Видите, вроде, ну, все достаточно банально просто, но под рейджем реально гиг с принцем много урона нанесли. Так, ну, хока будем, смотрите, вот так вот контрить, вот, скелетиками и лучницами, там летят стрелы, но хок, не, хок пару так успел сделать. Теакс, ну что, поехали. Сейчас снова под рейджем зайдем, наверное. Так, летучие мыши и рейдж. Блин, рейдж такая прикольная штука. Смотрите, что происходит. Вроде бы казалось, да, банальная карта, которую никто не использует, ну, посмотрите. Благодаря рейджу, что, что произошло. Мы вышку забрали справа и законтрили элиток. Что там еще было? По-моему, летучие мыши. Мощная колода, слушайте, 2,9 элика. Класс. У нас, на самом деле, иногда хочется поиграть колодами, ну, где не надо напрягаться, не надо думать. Вот с големом очень такая колода, где надо, ну, долго выжидать эликсир. То есть, нельзя его, нет, тратить его можно, конечно, но не так легко играть, как вот с быстрой декой. Раз, быстро прокрутил цикл, раз, уже у тебя там вторая карта есть в атаку. Это с големом, блин, но это очень трудно. Сборчики эти ставишь постоянно. С големом тоже интересно, но надоедает постепенно. Так. Давайте выбросим гиганта. Сейчас, по идее, скоро пойдут элитные варвары. Тут мы выбросим зап. Здесь у нас скелетики плюс лучницы пойдут. У него фаербол летит. Окей. Лучница одна дамажит, поэтому запускаем темный принц. Дальше следом обычный принц. И накрываем рейджем. Рейдж, 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 рейдж. Поехали, друзья, поехали. Сейчас приготовим зап на летучих мышей. Вот они, летучая мышь, зап. Отлично. И летим на трешку. Не будем хога дефать, потому что он уже вышку не успеет забрать. Три короны. 4 900, пацаны, с картой рейдж взял. Ну, класс вообще. Так. Какой мне золотой сундук. И плюс бонус. 1200 золота. А, она же тут золотая лихорадка. Так, 4 900 скиринем. Давай, давай, давай. 4 900 засчитываем. Хорошо. Закрыть. А, не, 3 0 уже, Элика. Мы же взяли вместо копейщиков лучниц. Ну, можно и копейщиков взять? Я не знаю. Давайте попробуем копейщиков. Просто копейщики с запом убиваются. Ну, давайте. Давайте возьмем копейщиков. Ну, чтобы было 2,9 эликсира. Чтобы все честно. Я просто ролик хочу назвать. Я не знаю, как его назову. Ну, может, колода 2,9 эликсира тащит. Я не знаю. Ну, давайте, короче, проверим. С копейщиками. Просто они у меня не максимального уровня. Но я думаю, что там не так уж это и важно. Так. Что это у нас будет? Наверное, спалбет против нас. Либо, не знаю, хок. Так, ледяный дух. Давайте выбросим летучих мышей. А, все-таки принц тык удал. Так. Тесла. Скорее всего, арбалет. Да, это арбалет. Ну, слушайте. Дека у меня быстрая. Поэтому я думаю, что арбалет легко должен выиграть. Ну, я так предполагаю. Хочу так, по крайней мере. Так. Мегамуха. Копейщики. Тут бревно. Окей. Давайте прокручиваем деку. Значит, если это арбалет, то гиганта нам нежелательно сейчас спалить. И сливать. Так. Мегаминьона мы убиваем. Так. И выбрасываем летучих мышей. Ах, там еще Тесла. Кошмарит нас. Так, ну смотрите. Принц рыцаря уничтожил. И еще бы Теслу. Эх, к сожалению, Тесла выжила. Вот так. Ну, поехали. Копейщики. Так. Темный принц. Я не знаю, почему я гиганта не выбрасываю. Может выбросить все-таки гиганта. Смотрите. Сейчас Тесла уже умирает, да? Там уже ей чуть-чуть осталось. Здесь давайте Рейдж. Поехали. Вот так вот. Под Рейджем. Пау. А, он же тоже до Рейджа прокрутил. Ой, да. Тесла прокрутится сейчас. А, нет. Смотрите. Гигант подошел. Слушайте, а Рейдж неплохо так тащит меня. Вот реально. Сейчас будет, скорее всего, арбалет. Да, вот он арбалет. Так, скелетики. Так. Вот так. Тут зап. А можно и не запать, или надо запать. Короче, не знаю. Давайте. О, все. Подловил парень меня. Подловил. Короче, нормально так. Эх, ладно. Так, скелетиков. Тесла. Ага. Скорее всего, минус башня. Я не знаю просто. Снесет арбалет. Сколько. Да, да. Или нет. И не снесет. Снесет, походу, да. Он живучий. Пипец. 20 хп осталось. Так, ладно. Поехали. Сейчас попробуем, короче, максимально выдать урона. Так. Рейдж. Так. Так, так, так. Как взяли 4 900, походу, так и сольем. Хе-хе. А кто добил? А, бревно добило вышку. Ну, у него тоже быстрая дека. У него тоже быстрая дека. Мне вот лучниц, видим, нечем убивать. Он заспамил там их. Да. Ну, все-таки рейдж это больше фан. С ним далеко не зайдешь. Ну, а я играю сегодня по фану чисто. Ладно. 4 лучницы идет. Каточку слили. Ну, мне кажется, я слил из-за того, что поверил в себя и, ну, пошел ва-банк. Потратил почти весь эликсир. А на деф у меня ничего не осталось. Вот я боялся выбрасывать гиганта до последнего. И в итоге, в итоге выпустил его. Поехали. Третья каточка. Надо вернуть 4900 с этой же декой. Так. Скелетиков сплит. Копейщиков сплит. Давайте темного принца закинем. Оу. Оу-оу-оу-оу-оу. Давайте, короче, попробуем справа зайти тогда. Раз там у нас не пройдет. О, боже мой. Не, в таких ситуациях, конечно, очень сложно играть. Потому что очень много спама. На него хочется кинуть фаербол. Хочется выбросить поезда. Я еще не знаю. Оу. Оу-оу-оу-оу. Полегче. Так. А что мы убьем пламенного? Убили. Капец. Что это за деха против меня? Ну, эту деку надо затащить. И тогда будет вообще красавчик. Но сложно будет. Потому что очень много спама. А у меня только зап. Только зап, пацаны. Ну, не знаю. Давайте, короче, сразу в атаку. Чтобы он там эликсир не копил. Я не знаю. Сразу рейдж. И запнем, короче, его... Его этого пламенного. Или запнем. Давайте запнем, чтобы побольше урона прошло. Под рейджем. Так. Тут скелетики. Скелетики. Хорошо. Ведьма. Вообще, мне сейчас дефать. Сплэш юнитов нету. А, давай, давай, хотя бы ведьму убей. Еще тыку. Ох, сейчас будет ордомух. Так. Или не будет. Так. Опа. Нормально, нормально. Задефал. Хорошо. Так. Варвары. И сейчас, наверное, ордомух еще пойдет. Скорее всего. А нет. Просто варвары. Варвары, ордомух, пламенные, ведьма. Что бы это могло быть? Так. Ладно. Поехали. Отлично. Отлично. Скелетиков сливаем. Принц. Зап на вот этого дядьку. Зап. Так. Тут копейщики. Что дальше? Дальше 600 хп осталось, да? Ну, давайте. Темного закинем. Блин, мушкетера хочется выкинуть. Что-то в таком... В такие моменты. Так. Давайте здесь летучие мыши. Скелетики за один эликсир. Тут выбросим зап. Тут выбросим гиганта, чтобы отвлечь вот этот весь мусор. Потому что GG будет... Давай. Опа. Вот это он пропустил. Вот это он пропустил. Ну. Хорош. Справа башню забрали. Сразу переходим, конечно же, в атаку слева. Потому что справа я не задефаю в любом случае. Мне либо забирать слева. Либо я не знаю, что делать. Так. Давайте. Ну, все-таки дефаться надо. Потому что мало ли за 2 секунды успеет. И мы почти забрали его вторую башню. Короче, как-то так. Ну, на самом деле, с этой декой далеко я не зайду. Видим, что не хватает мне сплэш урона. Ну, в целом, пофаниться можно. 2.9 эликсира. Давайте даже скриншот сделаю. Себе, может, на фан когда-нибудь оставлю. 2.9 эликсира. Неплохо. Ладно, друзья. На этом буду выпуски завершать. Думаю, с этой колодой еще поиграем. Вот. Пишите в комментариях, какой бы еще, возможно, вы хотели бы видос с какой-то фан, возможно, дека. Либо с какой-то нормальной колодой, чтобы я показал. Также у меня вышибало доступен на 8 уровень. И молния доступна на 8 уровень. Я знаю несколько колод, которыми мог бы я поиграть и прокачать на видосик. Хотели бы вы эти видосики? Если да, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Как только ролик соберет 5000 лайков, я сразу же прокачаю либо молнию, либо палача. Ой, либо молнию, либо вышибалу на максимальный уровень. Ну и, естественно, запишу об этом ролик. На этом буду завершать. Ждите. Скоро будет много онлайн-атак, много открытий, много стримов. Обязательно подписывайтесь. Желаю вам удачи. Хорошего вам всем настроения. До новых, ребята, встреч. И всем, ребята, пока. Субтитры сделал DimaTorzok